Аслан Масхадов победил на президентских выборах в Ичкерии в 1997 году. Его поддерживал очень мощный и крупный тейп Алирой, который даже создал свою политическую партию, чтобы продвинуть своего родного кандидата. Аслана Масхадова в то время очень уважали, считая его народным освободителем и очень грамотным военачальником. За ним готовы были идти даже простые жители и боевики, поэтому неудивительно, что при такой поддержке он был выбор на ответственный пост. Старичные его тейпы радовались такому результату и спешно потирали руки. Победа Масхадова несла им и моральное удовлетворение, и перспективы очень весомых привилегий, и преференции в будущем. Придя к власти, Аслан Масхадов в первую очередь стал проводить свою собственную кадровую политику. Он выбил почву из-под ног своих главных политических соперников, удалив хош Ахмеда Ериханова, представителя тейпа Мелхи и Шамиля Басаева, представляющего интересы Беной. Эти тейпы затаяли на избранного президента неслабую обиду. Кроме того, после проведения обновления кадров, на самых важных постах республики остались представители только Алирой и Гордалуй. Последнему тейпу принадлежала жена Аслана. Таким образом, Масхадов вызвал недовольствие и нажил себе самых первых врагов. Потом он и вовсе потерял контроль над республикой. Наступила власть удильных князей. Затем последовало нападение на республику Дагестан, виной всему власти деньги.